Потом дальше, поймите, что если у вас что-то не клеится на работе, у вас нет сил, вы не можете зачать ребенка, вы чувствуете, что вы неинтересно стали своему мужу, это значит, что у вас просто не хватает человеческой энергии, просто энергии не хватает. Вам нужен свежий воздух, понимаете, вам нужны прогулки, пробежки, нужна зелень, нужно наполняться. Людям не хватает в наше время просто энергии, понимаете, они все обесточены, это предсказано в Священном Писании. В Ведах говорится, что в нашу эпоху главная проблема людей будет, называется на санскрите шахти-храса. Шахти означает сила или прана, энергия, а храса означает нехватка. Ну то есть, понимаете, Веды очень точный и правильный диагноз ставят во всем. Какие виды энергии нам не хватает? Нам не хватает энергии природы. Что это, к чему это приводит, я вам сейчас расскажу. Есть три типа преждевременного старения, а преждевременное, если человек до 90 лет не дожил, значит у него преждевременное старение. Три типа преждевременного старения существуют, я вам сейчас расскажу о них. Это все из-за нехватки энергии природы и нехватки аскезы. Аскеза это то, что продлевает жизнь, это не то, что обожраться пельмени на спор. Это не аскеза, аскеза это то, что продлевает жизнь. Понимаете? Давайте немножко в это погрузимся, чтобы вы себе диагноз поставили и смогли его преодолеть. Первый тип старения. Человек просто постепенно напрягается, все больше и больше. Как это выражается? Это выражается в том, что человек чувствует скованность, какую-то зажатость. У него теряется концентрация внимания, у него страдает память, ему трудно сосредоточиться, теряется работоспособность, у него появляются головные боли, нарушается сон, снижается пищеварение, появляются запоры небольшие, расстройство стула, вен-вены потихоньку вылазят, суставчики начинают побаливать. Это уже вторая стадия. То есть первая стадия напряжения – это усталость просто. Вторая стадия напряжения называется боль или спазм. Что это такое? Это головные боли, это спазм в разных органах, боль в пояснице, боль в суставах, геморрой, вены вылазят. Понимаете, это напряжение. Это старость. Если это напряжение у маленького ребенка в виде аутизма, ДЦП, это тоже старость просто и все. Это означает, человеку не хватает энергии природы. Вот этот диагноз – почему дети болеют ДЦП? Потому что им не хватает энергии природы. Они напряжены. Вот это напряжение, напряжение – это нехватка энергии воды и земли в организме. Напряжение в результате. Как лечится напряжение? Чтобы получить эту энергию воды и земли, человеку нужно длительно, радостно, спокойно идти или бежать. И это расслабляет. Некоторые думают, если я пробежусь, я еще больше напрягусь. Нет, наоборот, ты расслабишься. Потому что, когда человек бежит или идет, он как насосом закачивает в себя, не хватая ту энергию, которой его не хватает. Мне надо слушать лекцию, разговаривать. Ну, знаете, вот я в Израиле видел вдоль Средиземного моря, я видел в Израиле, там такая большая, вот как у вас, набережная, там широкая такая дорожка беговая. И там вот девушки, женщины, бегают прямо, много, кстати, людей бегает в Израиле вдоль моря. Много просто, вот реально много. Места даже иногда не хватает. И девушки иногда бегают кучками. Они бегут по три штучки, по пять. И как бы, ну, лелья между собой, параллельно еще общаются. И бегают очень медленно, так тихонечко бегут. И то есть там скорость не имеет значения. Главное, вот этот сам стиль, вот это движение, когда человек бежит, он как будто бы засыпает и такой питается вот этой энергией природы. И они все-таки красивые, наполненные, супер, вообще отлично. Понимаете, то есть люди разумные, знают, как правильно жить. То есть два типа аскез снимают напряжение. Понимаете, есть три стадии напряжения. Первая стадия напряжения – усталость, нарушение работоспособности. Вторая стадия – боль, спазмы. И третья стадия напряжения – это деформации органов. То есть вены уже так вылезли, что операция нужна. Дальше суставы деформировались, головные боли ужасные. Психика вылетает, то есть человек не может нормально жить из-за психического напряжения. Кстати, большинство психических болезней – это именно напряжение в нервной системе. Оно копится и превращается. Сначала напряжение приводит к ослаблению организма и входят духи в организм, а потом адекватность теряется. Это все просто напряжение. Первое, две аскезы лечат напряжение. Первая аскеза – это радостное, спокойное, небыстрое, радостное движение, длительное. Чем дольше, тем больше идет лечение. Ну, как бы максимально бегать надо где-то два часа. Это самое максимум. Длительное движение, спокойное, непрерывное. Потом дальше. Вторая аскеза, которая расслабляет – это не двигаться. Вот есть пять положений тела, которые побеждают судьбу. Первое положение тела – это когда человек стоит неподвижно. Когда человек не двигается и одновременно бегает длительно, он убирает все напряжение в теле. Суставы больные – вылечиться. Голова болит – вылечиться. Сосуды вылазят – перестанут вылазить. Геморрой залезет назад. Ну, то есть, да, если как бы у вас выкидыши, то выкидышей не будет. Если у вас плохая работоспособность, будет отличной. Если у вас не хватает концентрации внимания, будет отличная концентрация внимания. Если вы устаете на работе, не будете уставать, будете работать как конь. Или как лошадь прижевальского. Понятно, да? Да, после сорока женщинам надо готовиться к земле. Куда уже бегать? Это уже как бы, уже все, как бы, пора уже. Бегать вообще никому не рекомендуют. Потому что бегать, когда человек бегает, суставы стираются. Суставы стираются, все. А стерлись суставы, уже все, без суставов не проживешь. Какие-то с женщинами порядок, какими-то генералами? Бегать нельзя женщинам, нет. В мужчинам как бы очень полезно, а не очень ходить, а как-то... Ползать. Ползать нормально, бегать, но женщинам. Как бегать женщинам? Ползать еще куда ни шло, как-то. А бегать странно как-то. Мои хорошие. Это все от вас исходит, от вас. Понимаете? Вот тренера некоторые, они просто подыгрывают женщинам. Вот один человек, допустим, послушал, я повторяю, я желаю всем счастья. А ему надо как-то женщин завлечь, чтобы они ему денежки платили. И он придумал другую формулу, говорит, я желаю себе счастья. И объяснил, ну женщины, они и так всем отдают, семье всем, им надо самим наполняться счастьем. Он говорит, женщины, вы такие хорошие, любимые, вам не хватает счастья. Давайте другую формулу. Я желаю себе счастья, я желаю себе... Это же из этой оперы тоже. Ну женщина, ну как, она и так уже забеганная вся, постоянно бегает. Ну зачем ей бегать? Надо ползать. Ну женщина склонна к лене, то есть она ленивая по природе просто. Она лежит на кровати, думает, блин, как встать, то не то что бегает. Встать с кровати не могу. Моя хорошая. Женщинам тоже надо бегать. Просто маленько-маленько, низенько-низенько, трошки пробежит и сядет. Но бегать надо. У меня жена так не хотела бегать, так не хотела. И у нее пошла киста в щитовидке расти. Она говорит, что-то я не знаю, что делать уже. И гомеопатия лечилась и все, не знаю, что делать. Я говорю, ну как бы надо бегать просто. Она, ну ладно, ты там гоняй своих этих, слушайте лекции, что ты ко мне-то пристаешь. Я говорю, да ты же меня спросил, и я ответил. Подумала, подумала, начала бегать, короче. Побегала, сходила на усики, став два раза в месяц. Ну, думаю, да нормально, все, и перестала бегать. Лень. Некогда. Когда геморрой полезет, тогда будет время. Сто процентов. Откуда-то находится время, правда, женщина. Геморрой полез, сразу время нашлось бегать. А так не было. Непонятно вообще, как это происходит. Или влюбился человек, у него вообще времени не было свободного. Влюбился, на свидание сразу находит. Понимаете, свободное время зависит от того, насколько нам это надо. Вот поверьте мне, так и есть в жизни. Вот все, что вам нужно, вы делаете. Сейчас мы дойдем до этого. Итак, смотрите, три стадии развития старости через напряжение. Если человек на первой стадии просто усталость, он смело может сразу бегать, пускаться и все. На второй стадии боли. Это значит, что его тело уже сильно сковано. Ему надо начинать с ходьбы. И если у человека деформация, значит медленная ходьба. Может быть, он даже и ходить уже нормально не может. Ему надо ползать сначала. Или, допустим, там, ну как-то вот двигаться там на тренажерах, разрабатывать. А потом все равно все заканчивается бегом. Знаете, что наш организм, самовосстанавливающаяся система, это чудо узнать, что суставы нарастают, позвоночник нарастает, почки нарастают, сосуды выправляются. Все омолаживается само в организме. Начните это делать, и вы увидите, что у вас все будет омолаживаться, все будет восстанавливаться. Организму восстанавливаться не хватает только... Вот организм скован. Понимаете, вот эта старость, что это? Почему люди вот к старости такие сгибают, они сутулами становятся, рост уменьшается, потому что позвоночник сжимается. Почему это происходит? Потому что так действует напряжение. Оно сковывает человека, понимаете? К старости сковывает. И наоборот, когда человек двигается, то эта скованность, она отступает. Значит, отступает старость. Услышали меня? И неподвижное положение тела, тоже надо это изучать. Вот, допустим, почему вот люди в церквях, там, допустим, стоят неподвижно, не двигаются на службе. Это лечение такое происходит. Когда человек не двигается стоя, то он может через терпение... То есть, когда человек не двигается стоя, он преодолевает через судьбу, через терпение. Он может терпеть судьбу. Вот, допустим, вы мужа видите, думаете, блин, как он мне надоел. Это значит, не можете терпеть. Надо вот неподвижное положение тела. Неподвижное положение тела, и все, и он, как бы, мужика смотрите на свой нормальный. И проблем. Понимаете? Выдерживайте его. Не слышу вас. Ладно, давайте я буду лекцию читать. Дальше. Стоя на коленях. Когда человек стоит на коленях, он не терпит, а принимает. То есть, ты мужичка свой не то, что терпишь, а он вообще, как бы, тебе уже не парит. Ты приняла его. Уже перестала терпеть, потому что приняла. Не надо терпеть. Приняла человека, и все, хорошо с ним стало. Когда человек садится на ягодицы, то это называется поза алмаза. Он пробивает судьбу, он ее так и преодолевает. Мужчок меняться начинает. Его даже терпеть не надо, и принимать не надо. Он стал хорошим. Потому что ты поменяла его через вот эту позу алмаза. Ты молишься, и меняется человек рядом с тобой. Волевые силы твои, как бы, преодолевают его плохие черты характера. Поза бабочки. Когда стопы вместе, колени в розь. Это положение тела, оно гармонизирует человека. Человек становится спокойным, и его ненужные желания пропадают. Вот смотрите, допустим, вы, хочу больше квартиру, хочу больше квартиру. Раз, поза бабочки. Помолились месяц. Не хочу больше квартиру. Представьте, сколько денег как сэкономите. Ипотеку не надо брать. Супер. Поза бабочки сделали, и все, как бы, все хорошо стало в той квартире, в которой вы живете. Супер система, понимаете? Хорошо, правда, классно жить в той квартире, что есть. Научилась принимать, гармонию входить с пространством. Все супер, отлично. Это же для женщин, правда, большая проблема, что они не могут жить там, где не живут. Ну, не могут просто. Надо научиться, в гармонию входить, нужно вот это делать. Следующее положение, поза лотоса, когда ноги скрещены вот так, то человек способен очень сильно концентрироваться, и у него развиваются способности предчувствовать судьбу и так далее. То есть, сильная концентрация дает человеку уникальные способности, возможности понимать и видеть то, что другие не понимают, не видят. Это статические упражнения. И параллельно эти статические упражнения, когда человек молится, они же побеждают также и напряжение в теле. То есть, продлевают жизнь, другими словами. То есть, напряжение в теле статических упражнений уходит. И динамические упражнения тоже убирают напряжение. Так, от первого типа старения избавились. Всеми тремя типами старения человек стареет постоянно. Просто одним типом быстрее, другим у другого быстрее. Кто-то перегревается, кто-то перенапрягается, а кто-то копит лишний вес. Это три типа старения. Второй тип старения – перегрев. Первая стадия – человеку просто жарко жить, жарко спать. У него слабость какая-то, вялость. Не может на солнце находиться. То есть, аппетит тоже страдает, только по-другому. То есть, когда у человека напряжение, у него запоры, а у этого, наоборот, у него понос. И если перегревается человек, и у него нет аппетита даже кушать. Если напряжение есть, аппетит есть, быстро наедается человек, не может много съесть. То когда человек перегревается, он даже кушать не может вообще, у него аппетита нет. И, кстати, сахарный диабет – это тоже болезнь перегрела. Бронхиальная астма, сахарный диабет – это от излишнего жара, аллергии, кожные болезни, псориаз всякие. Это все от перегрева, это от жара в теле лишний. Как побеждается жар? Первая стадия жара – это просто перегрев. Вторая стадия – воспалительные процессы в организме. И третья стадия перегрева – это вот эти вот заболевания. Сахарный диабет, бронхиальная астма, язва желудка, красная волчанка, там органы располагаются, ревматизм. Понимаете? То есть воспалительные процессы настолько сильные, что сгорает организм просто, становится больным и инвалидным. Это просто жар в теле, и все. Как он лечится? Это старость так действует. Как лечится? Статические упражнения плюс пост на воде. Пост на воде охлаждает. Кто постился на воде, знает, что после поста на воде немножко знобит, холодно становится. Охлаждение организма происходит сильное. И убирается ненужный жар в организме. Пост на воде плюс статические упражнения. И человек убирает жар. Воспалительные процессы все уходят из организма таким образом. Астма, кожные болезни уходят из организма. Сахарный диабет уходит из организма. Понятно, да? И третий тип старения – это в организме копится или лишний вес, или токсины. Токсины приводят к инфекциям. А лишний вес приводит к следующей стадии лишнего веса – это доброкачественные опухоли, а потом злокачественные опухоли. Токсины и лишний вес побеждаются длительным непрерывным движением и постом. Ну, то есть, другими словами, три типа аскезы, и у вас все нормально в жизни. Вы не больные. Лишний вес есть – это старость. Простуды болеете – это старость. Боль в организме есть – это старость. Жары лишние есть в организме – воспаление – это старость. Все это побеждается аскезой. Хочешь жить – двигайся, постись и не двигайся. Если все это вместе делаешь, то ты будешь жить долго. Все подружки уже… А ты все нормально. Как этот мультфильм «Простокваша» у нас новый. Воробушка только дернула, он так раз лежит такой. И почитаю, он говорит, о, воробушка-то у вас того. Он такой раз опять скажет, а, нет, не того. Я вам рассказал, единственный способ жить долго. Других способов нет. Не хотите совершать эти аскезы – готовьтесь к земле. Если вы, допустим, поверили в эти теории, девушке бегать не надо после 40. Тоже готовьтесь к земле. Все эти теории предназначены для того, чтобы погубить человека. Допустим, человек, чуть-чуть суставы заболели, пришел к врачу, врач говорит, о, эта болезнь не лечится. Понимаете, у вас суставы полиартрит, эта болезнь не лечится. А что делать? Ходить меньше. Чем больше будете ходить, тем больше суставы будут разрушаться. Поверили в эту теорию? Готовьтесь к земле. Потому что вам сказали прямо противоположное. Наоборот, когда у вас суставчики заболели, вам надо начать ходить. Единственное, что нельзя делать, понимаете, что разрушает. Почему люди боятся? Потому что, когда вы рывками начинаете двигаться, или начинаете сразу подолгу бегать, то есть вы переусердствуете, тогда вы разрушаете организм. А если вы начинаете, вот допустим, суставы больные, вы пошли, прогулялись, и потом на следующий день ноют суставы. Ноют, означает лечиться. И так будет продолжаться полгода, год. Вы прогуливаете, суставы ноют. А потом пройдет время, и они не будут ныть. Вы прогуливаете, и уже не ноют. Значит, тогда прогуливайтесь больше, чтобы они начали ныть. Пролечивайте их глубже. Потом вы начнете бегать, и они тоже будут ныть. А потом, вот у меня, допустим, организм весь сломил, там ныл. два с половиной года моих пробежек. То одно колено там, правое колено полгода болело. Потом перестал представить, перестал болеть. Это было чудо для меня. Оно болело, думаю, теперь, наверное, всю жизнь будет болеть, когда буду бегать. Перестало болеть. Это значит, что оно восстановилось там, понимаете? Все выросло там, что надо. Потом тазобедренный сустав правильный, правый, три месяца, четыре болел. Перестал болеть. Потом все суставы проболели полностью. Мозги болели, представляете? Голова болела, все переболело. Глаза переболели, сердце переболело. Тесны переболели. Все переболело. Два с половиной года вот так вот я бегал. Сейчас 16 километров пробегаю, вообще ничего не болит. Как будто я просто вот ничего не делал. Пробежался просто, усталость какая-то, и все. Все. Мне 54 года. Я омолодился, понимаете? Я сейчас как конь бегаю, нормально. Но если бы я слушал врачей, они сказали, 54 года уже нельзя так долго бегать. Нужно ходить. С палочками лучше ходить. С палочками. А еще лучше на велосипеде сидеть. На тренажере на велосипеде. С плюшкой во рту. Вы хотите быть успешными в жизни? Знаете, что 30% вашего неуспеха, нехватка сил. Если вы будете делать то, что я вам сказал, на 30% повысится ваша продуктивность во всем, во всех делах вашей жизни, потому что вы будете наполненными и счастливыми. А сейчас доказательство. Поднимите руку, кто так начал делать, и так получилось. Больше сил стало. Классно жить. Переболело все. Не знаете, сколько вы бегаете? Четыре. А по времени сколько? Полтора часа у вас пробежка длится. Все. Вот смотрите, она бегает полтора часа. Это фиксирует ее продолжительность жизни, вот ее конкретно продолжительность жизни, до 81 года. Если она будет бегать 2 часа, то продолжительность жизни будет фиксироваться до 86 лет. Но это активное долголетие. Вот она вклад в свое здоровье несла. Я когда исследовал свой организм, я увидел, что у меня активное долголетие это 64 года. Я когда пробегаю 18 километров, у меня активное долголетие увеличивается до 86 лет. На 22 года увеличивается активное долголетие с того, что мне Бог дал. Понимаете? Ну вам, значит, осталось только начать бегать и все. Ну все, начните бегать, значит. Надо, да, мой хороший. Потому что сил нет. Нету. Нету сил. Начните бегать, и будут силы. Приеду в Тюмени в следующем году, смотри, такая сидит в жизни, радостная, такая сильная. Олег Геннадьевич, все классно, я начала бегать. Йогой занимайтесь, поститесь. Осталось бегать, начать снесу. И будут силы, я вам гарантирую. Сто процентов. Подружка. Голова болит, бег и статические упражнения. Бег и статические упражнения. В тот момент, когда вы будете бегать час двадцать и делать статические упражнения по времени полтора часа, не обязательно каждый день. Час двадцать можно бегать раз в четыре дня, в пять дней. Статические упражнения полтора часа можно делать раз в четыре дня. Если вы будете это делать, у вас голова не будет болеть. Потому что головная боль это напряжение просто. Это вид старения в вашем организме. Так стареет ваш организм. Я тоже много работаю. Я вообще работаю постоянно. И ничего, нормально. Ладно, слушайте дальше. Если говорить про бег, то у человека есть четыре психических цилиндра, которые должны прочиститься во время нагрузки. Первый психический цилиндр отвечает за кожу и слизистые оболочки. Все слизистые оболочки, гастрит там, желудок там, кожа, слимфоузлы, все находятся в первом психическом цилиндре, когда человек бегает сорок минут, он прочищает первый психический цилиндр, кожа здоровая, слизистые оболочки здоровые, через какое-то время, они начнут вылечиваться от этого. Когда человек бежит двадцать минут, то первые двадцать минут предназначены для того, чтобы был хороший тонус, чтобы хватило сил на сегодняшний день. Если человек бегает двадцать минут, то примерно через двадцать минут бега у него появится второе дыхание. Когда появилось второе дыхание, нам можно останавливаться. Это значит, что у вас весь день будет бодрячок. Понимаете? Если вы хотите вкладывать долголетие, то есть силы, чтобы пошли в организм, и его начать трансформер делать, то есть омолаживать, то тогда следующие двадцать минут пробежки, где-то через сорок минут, опять появляется легкость в дыхании, как будто вы не бежали. Вот до легкости добежали, не останавливайтесь, когда вам тяжело. Вот если бежите, плохо стало, еще чуть-чуть пробежите, стало легче останавливаться. Запомнили? Да, вот так надо. Иначе на тяжело остановитесь, значит потом весь день будет тяжело. Если что-то заболело во время бега, не останавливайтесь, медленнее бегите, пока не пройдет боль, иначе это потом будет туго лечиться. Пробили канал, легче стало, боль прошла, все, значит будет хорошо лечиться. Итак, пробежали сорок минут, первый психический цилиндр, который отвечает за козу, слизистые, иммунитет человека, лимфоузлы, все пролечилось. Иммунитет хороший, простудой болеть не будете, сорок минут бегаете, слизистые оборотчики будут хорошими, все будет хорошо усваиваться, перевариваться, пищеварение будет железным, будете все переваривать, как бы все. А? Да, вот важно без остановки, потому что остановился, все возвращается назад. Нужно, можно бегать очень медленно, или ходить 80 минут, ходить надо в два раза больше. Дальше. Если вы бежите час, 60 минут, то у вас пролечивается второй психический цилиндр. Второй психический цилиндр отвечает за все сосуды организма, за все мышцы, суставы и кости. Вот все это за... После того, как я начал бегать час, у меня все это переболело, все сосуды, все кости, все суставы, все переболело и вылечилось. Когда вы бежите где-то в среднем час, то ждите облегчения дыхания. Третье облегчение дыхания указывает на то, что второй психический цилиндр пролечивается, и вам можно закончить пробежку. Человек должен знать, что всегда дистанцию он должен увеличивать очень и очень постепенно. Даже не ваша дыхалка важна, а важно то, что чем больше вы бежите, тем больше влечения включается, и организм может не справиться просто. Поэтому бегайте потихоньку, увеличивая дистанцию. Это вам на несколько лет как бы план увеличивать на несколько лет. И так вы постепенно, мягко, очень пролечитесь, без всякого перенапряжения. Дальше, если человек бегает час, то есть он пролечивает все суставы, допустим, час бегаете, бегаете год где-то, час, больше не прибавляете. Пролечите все сосуды, суставы, болеть ничего не будет, больше пробежит, не болеть именно, а ныть, ломить, ломить, то начинайте дальше бегать час двадцать. Час двадцать пролечиваются все внутренние органы. Третий психический цилиндр отвечает за щитовидку, печень, почки, селезенку, там, все внутренние органы, сердце, все пролечится на, в этом дистанции бегать. Или в два раза больше ходить, соответственно. Но ходить менее эффективно, то есть лечение будет не таким интенсивным. Но все равно, если вы не можете бегать, хорошо, ходите два часа сорок минут. Это, чем больше дистанция, тем реже надо это делать. Вот час двадцать надо бегать уже раз в четыре дня. А я бегаю сейчас час сорок пять раз в шесть дней. То есть, представляете, как классно. То есть, час сорок всего уходит на движение у меня в неделю фактически. И я всю неделю чувствую себя очень классно. Мне не надо больше париться по поводу движения. Но к этому надо долго идти, понимаете. Мне надо было два с половиной года идти к тому, чтобы шестнадцать километров бегать. Иначе я бы разрушил свой организм. Начинать прямо с пятьсот метров. Очень мало. Бегать сначала, начинать. Проверять свой организм. Смотреть. Пробежал и смотреть. Ничего не болит, ничего там. Если нет, можешь больше бегать. И дождись до того момента, когда что-то начнет ныть, ломить. Да, и дальше тогда вот на этой дистанции остановись, не увеличивай. До тех пор, пока это не пройдет. А потом дальше увеличивай. И так далее. Вот так надо. Как часто? Вот пятьсот метров можно каждый день. Больше четыре километра уже через день. Там, шесть километра, семь километров через два дня. Там, девять километров, десять через три, четыре дня. и так далее. То есть, увеличивать количество, если дистанция увеличивается, уменьшаете. То же самое йогой, допустим, сорок, ну, тридцать минут можно каждый день заниматься, а допустим, пятьдесят минут уже через день. Через день два часа, я раз в четыре дня делаю йогу. И когда вы начинаете бегать от часа двадцати до часа сорока, вот эта дистанция, лечится нервная система. Все нервы восстанавливаются. Если у вас невриты, там какие-то там в ухе шумит, то вот на этой дистанции человек вылечивает все у него, что там внутри связано с нервной системой. Самые глубинные нарушения в организме, связанные с нервной системой, все вылечивается. Психические заболевания. Час двадцать-час сорок, шизофрения, до свидания. Это гарантия от меня, доктора Тарсунова, вам. Шизофреником, город от Тюмени. Ну, я не ко всем обращаюсь, заименному, кому больны. Болезы психические. Я с вами буду шутить немножко, смейтесь просто, если не обращать меня. Учутили? Хорошо. Движемся дальше. То же самое пост. Тоже постепенно увеличиваем. Примерно так. Постимся с вечера до обеда. Прочищается один психический цилиндр. Максимальный пост два с половиной сутки на воде. Два с половиной сутки, если вы поститесь, значит, это, ну, не чаще, чем раз в три недели в месяц надо делать. Все. Два с половиной суток, это максимальный пост, он прочищает весь организм, больше не надо. Этого достаточно, чтобы жить долго. Долго. Женщинам больше нравится поститься, бегать меньше нравится. Поэтому один вид аскезы надо выбрать максимальным. Понимаете? Ну, то есть, или йога у вас максимальное время занимает, или пробежка, или пост. Один вид аскезы хотя бы максимальным, чтобы прочищалось весь организм, а остальные виды аскезы понемножку. Вот, допустим, я пощусь минимально, потому что я мужчина, мне жрать хочется сильно. Вот, поэтому я как бы пощусь каждый день с вечера и до обеда. Не ем в это время. Каждый день. Но долго не пощусь. Вот это как бы минимальный промежуток. Пощусь каждый день, омолаживаю себя. Но некоторые люди, наоборот, больше пост делают. Два с половиной дня пост, тогда бегать не обязательно на 16 километров. Или йога, максимальная нагрузка йоги, тогда не надо поститься долго, или бегать так слишком долго не надо. Но все эти три типа нагрузки надо делать обязательно, мои хорошие. Иначе долго не проживем. Yes. Следующая колоссальная проблема человека это чувство собственного достоинства. Что такое чувство собственного достоинства? Это ощущение себя как личности. Это то, что заведует удачей человек. Понимаете, если человек не самодостаточный в жизни, не наполненный, то есть он не наполнен природой, добрым общением, друзьями, молитвой, не наполнен это следствие человек, то он не может строить ни с кем отношения, в которых он будет иметь возможность добиваться своего счастья в жизни. Вот, например, есть хороший директор завода, нашел себе хорошую работу, и у тебя нет самодостаточности, ты становишься от него зависимым, означает, он наглеет, ты теряешь себя, сверхурочная работа, он тобой понукает, потому что он знает, ты не уйдешь, тебе нравится работа, и рано или поздно ты уже не можешь это все терпеть, и уходишь. Или муж, допустим, хороший муж, добрый, ты как бы ей заботишься, о нем слушаешь, он наглеет, ты теряешь себя, приходит время, он говорит, да, я могу получше себе жену найти, и уходит. Что это такое, откуда это берется все? Это берется оттуда, что человек, когда он имеет счастье какое-то, он всегда к нему привязывается и теряет себя. Чувство собственного достоинства, когда опускается вниз, это называется униженность. Когда человек унижается, женщина, допустим, унижается, она теряет красоту, она становится некрасивой. Хоть она накрасится, хоть нет. Если она чувствует себя с мужем, как будто она слабовата по отношению к нему, значит, все, она уже некрасивая. Она красивая вообще, но он ее красоту не заметит, потому что, когда чувство собственного достоинства встало на место, значит, нравится. Ушло вниз, не нравится человек. Теперь, когда чувство собственного достоинства уходит вверх, это называется гордость. Откуда берется гордость? Тебе кто-то служит, а тебе заботится кто-то, все, уже на понтах. Понимаете? Я удивляюсь вообще, у меня вот знакомые, знаете, только человек начинает читать лекции, чуть-чуть становится популярным, и сразу жену пинку под зад, и находит себе слушательницу лекции какую. Она прямо ему дышит, прямо это в пупок. Понимаете? То есть он такой мудрый, понимаете, она за ним бегает, прыгает, жену бросил, нашел себе любовник, ну, слушательницу лекции. Вот 8 примеров, понимаете, 8 человек моих знакомых, чуть популярным стал, и все, семья разваливается. Это называется гордость. Человек слепнет, теряет себя. Вокруг все не вовсе, как бы, все, как бы, я крутой, все вокруг слабаки, вот, жена меня, не моя, не тянет, как бы, мне надо получше. Все. И человек, что с ним происходит? Он под откос идет в результате. Он сам не замечает гордость, разрушает видение удачи. Человек не понимает, что то, что Бог дал, то и удача, не надо ничего лучше себе искать. Понимаете? И человек, он слепнет, он не понимает, в чем его неудача, в чем проблема. И разрушает свою жизнь через гордость вот эту. Гордость, когда вверх, чувство, собственно, достоинства уходит, человек, как будто бы, становится покруче. Но это просто самовнушение. Потому что, настоящая красота идет в сердечных отношениях. Понимаете? Когда человек такой крутяк, он такой недоступный, как бы, а ты такой холодный, как айсберг в океане. Все твои печали за темною водой. Понимаете? Это гордость означает. Гордый человек, он вроде бы красивый, но никому не нужный. Почему? Потому что нет обмена, нет отношений. Понимаете? Он холодный. Он недоступный такой человек. Слишком много о себе мнит. Что происходит? Человек не видит судьбу, не чувствует опасность. Гордость вышибает мозги. Человек не чувствует беду. От него уже все решили уйти, а он все такое, все как айсберг в океане. Потом, когда уходит, гордость превращается во что? В унижение. Резкое чувство, собственно, достоинства. Не в центральную позицию, а вниз. Наоборот, человек такой разбитый уже, становится несчастным. Дальше, когда человек выбрал не те цели в жизни, он не Бога выбирает, не доброту человеческую выбирает, а верит в мужа, верит в детей, верит в дом, верит в работу. Ну, что значит верить? Это значит, человек считает, что это самое лучшее, что ему в жизни нужно, и ради этого живет. Это называется вера в человек, или высшая цель жизни. Когда человек не в то поверил, то эта вера обязательно будет попрана, потому что неправильный выбор цели всегда приводит к обесточенности человека. Потому что правильная цель, она наполняет человека. Цель это то, что должен наполнить. Бог наполняет, связь, святость всегда наполняет человека. Никогда человек, который думает о Боге, не станет слабым, не будет чувствовать себя неправедливо, недостойно, и не будет чувствовать, что его унизили. Такой человек никогда не войдет в стресс, потому что, когда кто-то его бросает, с ним остается Господь, и святость, и чистота, и поэтому он чувствует себя одиноким, этот человек. Никогда не уйдет в стресс. Стресс означает, цель пропала жизни. Что такое стресс? Человек спать не может, есть не может, работать не может. У него нет сил, потому что силы он брал от своей цели жизни. И в результате чувство собственного достоинства уходит назад. Назад. Это называется депрессия. Человек в этом состоянии может жить годами. Он думает, что у него жизнь не удалась. Ему не повезло просто в жизни. Не удалась жизнь. Дальше. Очень часто у людей чувство собственного достоинства уходит вперед. Это называется суета. Счастье находится в завтрашнем дне. Это значит, что человек не может увидеть природу, не может увидеть речку, не может увидеть близкого человека, который рядом с ним живет. Почему? Потому что некогда надо бежать за счастьем. Как вот живет такой человек? Он, допустим, вышел с лекции, пошел на остановку, стоит, ждет трамвая. Пока трамвай не придет, счастья не будет. Он притягивает трамвай глазами, стоит. Приходи, трамвай, приходи. Вот потом он сел в трамвай. Что, он стал счастлив? Стал? Нет. Он ждет, когда приедет. Он стоит и ждет. Думает, когда же наконец приедет трамвай. Приехал в трамвай. Он ждет, когда придет домой. Пришел домой. Что, вы думаете, уже счастлив? Нет. Он ждет, когда сядет смотреть сериал свой. Вот. Сел смотреть сериал. Что, думаете, счастлив? Нет, он ждет, когда закончится все. Он знает, чем закончится там. Допустим, если сериал «Мертвые не потеют», значит, что они должны вспотеть. Как минимум. Ну, он ждет, когда они вспотеют, то наконец. Ну, то есть смотрит многосерийный там сериал, много серий, и все время какая-то, что-то мешает им вспотеть все время. Какое-то препятствие. И там события разворачивают серьезно. И он ждет, ждет, ждет. И потом, когда он закончил смотреть сегодня телевизор, а это обычно уже очень поздно, у него уже нет сил, он ложится, думает, ой, скорее бы заснуть. Такой раз, заснул, проснулся и опять. Когда приеду на работу, буду счастливым. Когда работа закончится, буду счастливым. Когда домой приеду, буду счастливым. И так далее. Все время живет в будущем. Это называется суета. Счастье человек не получает всю жизнь. Он всегда живет в будущем. Вот когда ипотеку выплачу, тогда буду счастливым. Раз и умер. Понимаете? В будущем счастье в своем. И такие люди, которые верят в будущее, они верят также в удачу. Они ждут удачи. Они спрашивают меня, Олег Геннадьевич, скажите, когда замуж? Я говорю, вам надо то-то, то-то делать. Да, хорошо, хорошо. А когда? Понимаете? Люди не понимают, что верить надо в жизнь. Вот ты правильно живешь и будешь счастлив. А не то, что когда-то ты будешь счастлив. Понимаете? Люди верят в удачу, означает, что придет время, я буду счастлив. Чего париться? Надо просто подождать. И они ждут, когда придет счастье. Да. 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 Все есть. Все есть. Все есть. Бога. Нет. 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 Бога нет. Не хватает. Бога нет. Не хватает видения этого мира. Все люди бесконечно прекрасны. Вот вы все бесконечно прекрасны. На вас смотреть одно удовольствие. Потому что вы души, вечные души. У каждой души есть своя красота. У каждой из вас своя красота. Но мы это не видим. Природа очень красивая. Бесконечно прекрасная. Но мы этого не видим. Мы не знаем об этом ничего. Понимаете? Это проблемы. И поэтому мы не наполнены. У нас чего-то не хватает всегда в жизни. Потому что мы не видим вот этой красоты, в которой мы живем, глубины этого мироздания. Чистоты, святости мы не видим. Мы видим только проблемы. Видим там проблемы, войны, врагов видим там. Что все воруют вокруг. Все плохо. Мы это вот видим. Да, вот мы на это обращаем внимание. То есть мы, как мухи, летим на Г. То есть мы видим только недостаток, только плохое. Допустим, пчела летит к нектару. Она вообще не замечает никаких проблем в этом мире. Она просто видит нектар и всем раздает этот мед и нектар. Все, она для этого живет. Но муха тоже летит как бы к нектару. Ей тоже сладкое нравится. Но по дороге она видит, что там валяется проблема какая-то. Бардак навалили. И она в этот бардак как бы туда залезла. Там опарше потом завелись и все. Семейная жизнь. Некогда думать о нектаре уже. Вот. О сладком вкусе. Кругом Г. Ну, как семейная жизнь. Вот она там в этом Г. уже живет как бы и все. Опарше лазит. Все. То есть разница между пчелой и мухой. Чувствуете, да? Продолжение следует.